Привет всем, меня зовут Карецкий Сергей и это The Fakty. Рождение ребенка само по себе удивительное событие, но есть женщины, которые стали мамами и просто шокировали общественность. И в этом видео вы узнаете именно про такие случаи. Ну а если вы хотите узнать, как мужчине удалось забеременеть, обязательно досмотрите этот ролик до конца. Погнали! Тройняшки Тройняшки это не самое частое явление, так что сестры Нина, Джина и Виктория, родившиеся в США в 1985 году, всегда привлекали к себе немало внимания. Но теперь для женщин наступило время заинтересовать СМИ, ведь родственницы умудрились практически одновременно забеременеть. Особенно удивлялся гинеколог, которому Нина, Джина и Виктория явились на прием в один день. Более чем странно было смотреть на похожих женщин, да еще находящихся в одинаковом интересном положении. Доктор даже предположил, что сестры все нарочно спланировали, но Даны со смехом уверяют, что ситуация с беременностью получилась случайно. 35-летняя жительница Далласа Дженни Мара в разгар пандемии отправилась в роддом. В результате операции кесарево-сечения на свет появился не один ребенок, а сразу четыре. Срок беременности на этот момент составлял всего 28 недель. Всего за три минуты на свет появились братья Харрисон, Харди, Генри и Хадсон. Трое родились с весом чуть больше килограмма, а самый маленький Хадсон весил при рождении 875 граммов. Малыши провели в больнице около 10 недель и 12 мая отправились домой. Но самое удивительное в этой счастливой истории даже не рождение сразу четырех детей, а то, что они все идентичные или, как еще говорят, однояйцевые. Шанс на естественное зачатие четырех идентичных близнецов составляет 1 к 15 миллионам рождений. В медицинской литературе описано всего 72 таких случая, когда на свет появляются сразу две одинаковые двойни. 44-летнюю учительницу средней школы по имени Джалин часто считают ровесницей 21-летней дочери Мейлани. Они вместе ходят на двойные свидания и делятся советами. По словам Джалин, на свидание ее обычно приглашают подписчики, ведь профиль «горячей мамочки», как ее назвали в социальных сетях, насчитывает более полумиллиона подписчиков. Джалин объяснила, что уже в возрасте дочери начала ухаживать за своим лицом, постоянно пользуясь солнцезащитными кремами и сыворотками с витамином С. Также она всю жизнь сбалансированно питалась, занималась физическими упражнениями и почти не употребляла алкоголь. Сейчас девушка ведет блог и является представителем многих косметических компаний. Американка по имени Ялансия Росарио вместе со своим супругом Майклом растят восьмерых сыновей и теперь ждут девятого ребенка. 29-летняя женщина из Далласа объявила, что носит в себе еще одного мальчика. Теперь их ждет пополнение. На опубликованных кадрах показано, как Ялансия спросила своих сыновей, надеются ли они на младшую сестру или все-таки хотят еще одного брата. На что мнения разделились. Вскоре она лопнула шар, с которого вылетели голубые лепестки. Это означает, что женщина беременна мальчиком. Все сыновья и родители обрадовались новостей. 44-летняя Лиэт Рибак из Флориды основатель благотворительного фонда и мама десятерых дочерей и шестерых сыновей в возрасте от 2 до 22 лет. Она уже 24 года счастлива в браке с мужем Дэвидом, работающим агентом по недвижимости. Первого ребенка Лиэт родила в 21 год и с тех пор на свет появились еще 12 ее детей, включая самого младшего двухлетнего сына Вона. Еще четверых она взяла на воспитание из детского дома. В общей сложности Лиэт около 10 лет проходила беременной. Она пережила 12 родов и все были естественными. По словам Лиэт, они с мужем верят, что их дети – это подарок с небес. И им дана уникальная возможность сделать что-то чудесное в жизни. Лиэт каждый день просыпается в 5.30 утра, читает молитву и составляет список дел, которые ей нужно сделать до начала домашних занятий. Мама преподает детям математику, физику, иностранные языки, историю и изобразительное искусство. Удивительно, но эта занятая мама находит время на то, чтобы 88 раз в неделю отвезти детей на пароме на спортивные занятия. Один раз в неделю семья выезжает за продуктами на оптовый склад. Как правило, их список включает 45 литров молока, около 100 яиц, 18 килограммов курицы и около 20 килограммов картофеля или риса. Недельный бюджет на еду составляет примерно 650 долларов. Несмотря на плотный график, в семье удается собираться вместе на обед и находить время на еженедельный поход в кино. Как бы она ни была занята, Лиэт всегда сама укладывает детей в постель. Вот уж действительно супермама. Роуз Сиггинс родилась с весьма неутешительным диагнозом – гипоплазией с аномалией развития позвоночника. Иначе говоря, позвоночник ее был деформирован, и ноги маленькой Роуз также оказались недоразвитыми. Бесчувственные и смотрящие в разные стороны, ноги Роуз попросту мешали девочке развиваться, и в итоге ее родители приняли невероятно сложное, но, как показало время, единственное верное решение – ампутацию. Так, в возрасте двух лет от Роуз осталась лишь половинка. Как бы неправильно это ни звучало, но именно с этого момента для девочки началась нормальная жизнь. В 1997 году Роуз встретила своего будущего мужа Дэвида. На следующий год после свадьбы Роуз узнала, что беременна. Так, беременность, хоть и трудная, принесла ей настоящее счастье. А появившийся здоровый малыш сделал ее самой счастливой молодой мамой на свете. Кстати, рожала Роуз через кесерово сечение. Операция была трудной, и уже тогда она попросила свою мать, которая была рядом, что если встанет вопрос, кого спасать в первую очередь, то пусть это будет малыш. В итоге Люк появился совершенно здоровым. Через шесть лет у Люка, родившегося в 1999 году, появилась сестренка по имени Шелби. Девочка также родилась здоровой, хотя вторая беременность оказалась для Роуз гораздо более тяжелой. Роуз стала знаменитой после того, как снялась в «Американской истории ужасов» культовом сериале. В 2016 году она скончалась в возрасте 44 лет. Причиной смерти стало инфекционное заболевание. Житель американского города Филадельфия Кейден Колман забеременел спустя 10 лет после смены пола с женского на мужской. Колман рассказал, что он и его постоянный партнер Элайджа узнали о грядущем прибавлении в семействе лишь на 21 неделе беременности. «Никогда не думал о том, чтобы забеременеть. Из-за мужских гормонов, которые я принимал годами, я считал это невозможным. Это был настоящий сюрприз», — рассказал Колман. Мужчина отметил, что когда его живот начал увеличиваться и он стал испытывать тянущие боли, он шутил на тему покупки теста для определения беременности, не подозревая, что близок к истине. По его словам, во время беременности он привлекал много внимания незнакомых людей из-за необычного внешнего вида. Врачи предположили, что Колман забеременел, когда в 2013 году сделал шестинедельный перерыв в приеме мужских гормонов перед подготовкой к мастектомии, удалению молочных желез. После рождения дочери Азелии, Колману пришлось уйти с работы, а его партнеру начать обеспечивать семью в одиночку. Кроме того, мужчина впал в послеродовую депрессию. «Сейчас я не могу представить свою жизнь без дочери», — заявил трансгендер. Он рассказал, что он и Элайджа не планирует иметь еще детей. По словам Колмана, дочь называет их обоих папами, а правду о своем рождении узнает, когда станет постарше. На этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях свои впечатления по поводу увиденного и услышанного. Будет интересно почитать. Также обязательно ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Берегите себя и своих близких. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok